8 побед в 10 играх. 17 очков из 20 возможных. Таков итог заключительной выездной серии молодежной команды «Стальные лисы» в регулярном сезоне. Последним соперником «Магнитогорцев» стал безнадежный аутсайдер Тюменский легион. Лидер «Востока» не пожалел хозяев и дважды разгромил их с общим результатом. 23. Едва не сбился со счета наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. За 58 предыдущих игр тюменцы одержали только 2 победы и набрали всего 6 очков. Исход дебютного матча перестал вызывать хоть какие-то сомнения уже к первому перерыву. Не прошло и двух минут, как Богдан Крохолев дальним кистевым броском открыл счет. Вскоре после мощного выстрела Максима Кузнецова в большинстве Захар Захаров с лету эффектно переправил в ворота шайбу, отскочившую от борта. Затем Эдвар Варагян заставил грубо ошибиться защитника хозяев, совершил перехват и сделал мягкий пас Кузнецову. Лучший снайпер Магитогорцев играючи пробил вратаря. Тюменцы заменили голкипера, но это им не помогло. Сначала пушичным броском в касание отметился уже сам Варагян. Ассистировали ему Кузнецов и Крохолев. А всего через 24 секунды Варагян и Кузнецов помогли отличиться Иннокентию Рыбину. Разгром дебютного периода после хорошей борьбы Ильи Квачкова у борта довершил Данила Юров. Он неспешно выкатился из-за ворот и издевательски бросил в ближний угол. Более чем 12-минутное затишье следующего отрезка прервал Роман Канцеров. А Юров и Квачков помогли ему расчертить великолепную трехходовку. Автором следующего трудового гола стал Квачков, а Юров выступил в роли ассистента. На 45-й минуте свою первую шайбу в МХЛ с отрицательного угла забросил дебютант лиги Илья Белоусов. А Юров оформил ассистентский хет-трик и набрал четвертое очко в игре. Вскоре дебютным голом в МХЛ и тоже с отрицательного угла отметился и 16-летний защитник Савелий Ткач, а Максим Кузнецов заработал уже пятый балл в матче. Лишь после этого хозяевам удалось дважды пробить Артемия Гайдукова, но последнее слово лисы оставили за собой. Снайперский дубль в большинстве оформил Роман Канцеров, ассистентским отметился Данил Гололобов, а Илья Квачко набрал четвертое очко. Итог 2-11. Спустя сутки гости взяли менее резвый темп, но итог получился схожим. На исходе восьмой минуты Данила Юров, до этого успевший попасть в штангу, поправил прицел и открыл счет. Вскоре Илья Квачко и Иннокентий Рыбин помогли Роману Канцерову реализовать большинство. Подвел уток стартового периода Никита Зимин, отменный пас которому выдал только что вышедшиеся скамейки штрафников Захар Захаров. Второй отрезок мог остаться сухим, но за 46 секунд до перерыва Юров классно сыграл на пятачке после броска Квачко. Он оформил дубль, а его ассистенты Квачко и Канцеров набрали уже по третьему баллу. Это звено продолжило играть результативно и в заключительном периоде. Сначала Квачко реализовал большинство, а Юров и Канцеров стали соавторами гола. Вскоре хозяева ответили своей шайбой, а затем пришел черед лучшего снайпера магнитогорцев. Максим Кузнецов выдал эффектное соло в чужой зоне и забил 36-й раз в нынешнем чемпионате. Юров помог Квачко отличиться в очередной раз. Таким образом, игроки этого звена набрали за вечер 13 очков на троих. Когда играть оставалось меньше полминуты, Кузнецов дальним выстрелом реализовал большинство и оформил дубль. А всего через 5 секунд Артем Кузякин нанес хозяевам последний удар – 1-9. Лисы добрались до отметки 100 очков и практически гарантировали себе победу на Востоке. Заключительная домашняя серия команды начнется 21 февраля. Прямую трансляцию встречи с ЛОКО-76 смотрите в нашем эфире в понедельник в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.